Поведение институт физиологии Уни-Павлова. Но он сам все это расскажет. Значит, он не расскажет, и по скромности я поднимаю. Но это то, что Малкрова сам замечательный ученый, он еще замечает, ученых замечательных много. А вот писателей нету, кроме нас. Вот, значит, замечательных. А он, значит, написал, я пишу только популярные книжки, а он еще написал две научные книжки. И одну книжку, за которую он стал лауреатом премии-просветитель фонда «Димальция». Это очень редкая премия, она и литературная, и научная. И, так сказать, еще раз, большая честь и привилегия педагога, чтобы мы стали. Спасибо, спасибо. Спасибо за такие слова. Даже, да, немного краснее. Значит, как вот, еще раз я представляюсь, вот мой заведующий Николай Григорьевич Камышев, который шлет всем, кто его знает, приветы и поклоны, и должен сказать, что, конечно же... Виктор Григорьевич, поскольку это все впишется, вы, пожалуйста, чуть громче... Чуть громче? Снимите микрофон, да. Хорошо. Что для меня большая честь и удовольствие выступать здесь, в вашем институте, потому что труды, новосибирские труды, мы постоянно к ним обращаемся. И вот, в частности, книга замечательная «Людмила Николаевна. Труд», она долгое время была у меня настольной, буквально. И, конечно же, работы многих других исследователей, о некоторых я скажу в ходе лекции. Так что мне приятно вдвойне выступать именно здесь. Итак, то, что депрессия – это болезнь 21 века, это совершенно очевидно, я не буду останавливаться на этом пункте. И, естественно, это все исследуется на животных, и в качестве выученной основной модели – это выученная беспомощность в результате неконтролируемого стресса. Это основная модель депрессии. Неконтролируемый стресс – это такой стресс, которому невозможно приспособиться, как, например, невозможно приспособиться к физической боли или холоду. Стресс, который невозможно избежать, и самое главное – невозможно предсказать его наступление и окончание. И вот эта непредсказуемость, конечно же, самая ужасная. Если присутствует один из этих признаков, а пуще того – два или все трое, то тогда, конечно же, стресс становится неконтролируемым, что и приводит, в конце концов, к выученной беспомощности у животных или к депрессии у человека. Непредсказуемость самая ужасная. Впервые термин «выученная беспомощность» был употреблен в работе двух американцев – Авермира и Селигман. И теперь, если вы в поисковике наберете вот эти слова, выученная беспомощность или неконтролируемый стресс, то эти фамилии там, скорее всего, и выпадут первыми. Но началось все у нас, в городе Санкт-Петербурге, в Институте экспериментальной медицины в свое время. Такая исследовательница Шенгер Крестовникова провела следующий эксперимент, очень интересный, как оказалось. Обычная дифференцировка. Она работала со зрительным, как тогда говорили, анализатором. Она проверяла способность животного, собаки, различать круг и эллипс. И когда соотношение осей эллипса было один к двум, то никаких проблем не возникало у собаки. Постепенно она сближала две оси, и когда соотношение достигло восемь к девятим, собака перестала различать два стимула, круг и эллипс. И после трех недель безуспешных попыток решить эту задачу, собака приобрела когнитивные, моторные и аффективные расстройства. То есть она перестала решать уже и простую задачу, которую умела до того круг и вытянутый эллипс различать. У нее исчезли все те рефлексы, которые были выработаны раньше. Ведь раньше же собак не забивали после опыта, не интересовались гистологией. И собака переходила из рук в руки от одного исследователя к другому, и обычный лабораторный пес приобретал в свою жизнь огромное количество условных рефлексов. Вот все эти рефлексы исчезли, собака постоянно была в беспокойстве, постоянно обскулила и повизгивала. И вот эта работа считается, самими американцами считается, первой работой по выученной беспомощности. Весьма примечательно, что здесь собака ведь не подвергалась никаким физическим воздействиям, никаких аверсивных стимулов она не получала. Она не голодала, это очевидно, собак же в Биварии кормят. Подкрепление было пищевое в данном случае, поэтому никаких болевых стимулов она не получала. Исключительно вот этот психологический фактор неконтролируемости ситуации, невозможность понять закономерности окружающего мира, когда появляется мясо, а когда нет, и привело к тому, что у собаки развелась вот такая патология поведения. Расстройства поведения собаки Шенгер-Крестовника были вызваны только невозможностью предсказать изменения во внешней среде. И, к сожалению, вот Иван Петрович Павлов прошел мимо этого эксперимента. Он ведь много работал с различными моделями патологии высшей нервной деятельности, но использовал достаточно грубые методы, болевое воздействие, внезапный испуг. А вот американцы подобрали эту идею и развернули ее, начиная с 60-х лет. И теперь мы, значит, от американцев восприняли это. Значит, самая простая схема выработки выученной беспомощности такая. Две клетки крыс с токопроводящим полом соединяются таким образом. Да, в одной клетке крыса имеет возможность избежать ударов электрическим током, перейдя в другую половину или нажав на рычажок в другой модификации. А с ней соединена клетка, в которой крыса лишена такой возможности. И, естественно, крыса, которая не может избежать, она не может и предсказать наступление, появление болевой стимуляции. И в результате она оказывается в ситуации неконтролируемого стресса. Достаточно одного часа такой процедуры для того, чтобы у нее выработалась выученная беспомощность, которая сохраняется, по крайней мере, неделю. И после неконтролируемого стресса выученная беспомощность характеризуется всеми теми же симптомами, что и депрессия у человека. Значит, снижение когнитивных, двигательных, эмоциональных функций проявляется в том, что животное перестает избегать аверсивных воздействий, у него формируется субмиссивное поведение, снижается социальная активность, повышается стереотипия поведения, увеличивается неофобия, изменяется структура сна, проявляется агидония, животные становятся равнодушными к сладким растворам. И, кроме того, отмечается целый ряд изменений физиологических параметров, которые также соответствуют депрессивному состоянию человека, то есть потери веса, нарушение обмена витамина С, что проявляется в цинге, в частности, и резкое ослабление механизма отрицательной обратной связи в гипофис-адреналовой системе. Введение глюкокортикоидов, такого, например, как дексаметазон, не приводит к нормальному торможению функций надпочечников. Нужно отметить, что, то есть, что значит нужно отметить? Это хорошо известно всем, что у животных, практически у всех животных, встречаются две стратегии поведения, две оборонительные реакции на аверсивный стимул. Эти стратегии поведения часто называют просто активной и пассивной. Вот крыса справа изображена на тумбочке. Это устройство для выработки пассивного избегания. То есть, токопроводящий пол и изолирующая какая-то подставка, достаточно маленькая, чтобы крысе там было не очень удобно сидеть, спустя какое-то время она спускается с этой тумбочки и получает удар током. И мы тестируем ее через какое-то время, через 4 часа или 24 часа. И по латентности, как долго она сможет высидеть на этом постаменте, мы судим о том, как у нее сформировалась, скажем, память. Но речь здесь идет, конечно же, не об изменении функции памяти, а именно о стратегии поведения. Потому что крысы, которые хорошо вырабатывают пассивное избегание, очень плохо вырабатывают активное, когда нужно, чтобы избежать болевого воздействия, куда-то, значит, там переместиться в пространстве. И наоборот. Те крысы, которые хорошо очень бегают в челночной камере, скажем, при двустороннем избегании, они очень плохо вырабатывают избегание пассивное. И это лучше называть, конечно же, не пассивной и активной стратегиями поведениями, а А и Б, так нейтрально. Потому что термины активный и пассивный, они имеют явную такую вот оценочную окраску. Как-то вот принято считать, что все, что активное, это хорошо, типа активной жизненной позиции, вот, а приспосабляться вроде бы плохо. Если вы наберете в компьютере слово «приспособленец», то ворд подчеркнет вам его волнистой зеленой чертой, как слово с ярко выраженной экспрессивной окраской. Также вот он подчеркивает всякие ругательства, типа «дурак». Вот, 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 приспособленец – это плохо. Хотя, в общем-то, даже так на уровне здравого смысла совершенно очевидно, что надо сначала попробовать приспособиться к каким-то изменениям во внешней среде. Вот если уж не получится, вот тогда уже либо бежать, либо бороться. Вот. Но вот чтобы, значит, вот не было этой оценочной сразу же окраски, я предпочитаю вот такие вот нейтральные буквы «А» и «Б». «А» для активной, «Б» для пассивной. И очень широко используются, конечно же, парные линии крыс и мышей с разной степенью активности, поведения. Такие вот, значит, несколько примеров я здесь привел. ВКИ и СХР – селекция по артериальному давлению, хабы-лабы – это крысы, которые отселектированы по тревожности в приподнято-крестообразном лабиринте. Римские линии – low и high avoidance по разной скорости выработки условного рефлекса активного избегания. Вот. И некоторые так и трактуют просто вот это вот, говорят о генетической модели депрессии. Но это вызывает, конечно же, большие сомнения. Большие сомнения. Такая трактовка вот этих линий. Потому что очевидно, что наследуется не депрессия, наследуется склонность к развитию депрессивных состояний. И, в общем-то, эти животные ничем не проявляют какого-то вот дефицита приспособительных возможностей, кроме отсутствия суетливости. Они прекрасно размножаются, что, как известно, эта функция репродуктивная первая страдает при хроническом стрессе и депрессивных состояниях. И надо полагать, что, конечно же, те авторы, которые пишут о том, что вот парные линии крыс могут быть, являются моделью, генетической моделью депрессии, они, конечно же, здесь немножко лукавят, поскольку проще получить грант. Так, например, вот профессор Ландграф, который вот селектирует вот хаб-лаб крыс в Институте психиатрии в Мюнхене, он честно мне сказал, что ты понимаешь, у нас в вестибюле, в вестибюле института стоит бюст Эмиля Крепелина. Если я не буду писать, что я работаю с моделью тревоги и депрессии, меня просто не поймут. Вот. Но вот если занять позицию свободную от проблемы добывания денег на исследование, то, конечно же, вот такая трактовка парных линий вызывает большие сомнения, и то есть я просто с ней не согласен с такой трактовкой. В качестве примера у человека, когда вот эта пассивность, она проявилась высокоадаптивным поведением, можно привести известного персонажа римского, медлителя, кунктатора, спасителя Рима во время войны с Ганнибалом. Вот что пишет о нем Плутарх в биографии. Прозвище Авикула, что значит овечка, ему дали еще в детстве за кроткий нрав и неторопливость. Спокойный, молчаливый, он был чрезвычайно умеренно осторожен в удовольствиях, свойственных детскому возрасту. Медленно и с большим трудом усваивал то, чему его учили. Легко уступал товарищам и подчинялся им, и потому людям посторонним, внушал подозрения в вялости и тупости. И вот такой мальчик, которого сейчас можно было бы назвать мальчик Тормас, он вырос во взрослого мужчину, который, используя вот такую пассивную стратегию приспособления, он измотал Ганнибала в оборонительной войне, который, кстати, и ту же самую стратегию потом в 1812 году разработал Барклайд и Толли, и Михаил Лорионович Кутузов замечательно ее реализовал. Так что вот эта вот склонность к пассивным формам поведения, она отнюдь не является показателем какого-то поведенческого дефицита, и уж, конечно, не является признаком депрессивного состояния. Вот А и Б придумал не я, придумали два американских кардиолога, Фридман Розенман, они людей по анкетированию вот поделили на два типа, активный социальный, амбициозный, агрессивный один тип, а второй противоположный, неактивный социальный, неамбициозный, неагрессивный, вот, и это им нужно было, да, это все связано, конечно же, с двумя типами стрессорной активности, у типа А больше работает мозговой слой надпочечников и симпатическая нервная система, а у типа Б больше корковый слой, который вырабатывает кортизол. Их это заинтересовало, потому что они обнаружили, что люди типа А зарабатывают ишемическую болезнь сердца в несколько раз чаще, чем люди противоположного типа. Вот, это, кстати, уже одно из свидетельств высокого приспособительного потенциала пассивного стиля поведения. Более широко типы А и Б можно трактовать как два принципиально разных, вот, две принципиально разные стратегии. В одном случае тип А, это возвращение параметров среды к исходным значениям, появился враг, мы его уничтожим, появился интрудер, интрудер, точнее, мы его прогоним сразу же. Вот, а тип Б, это приспособление к новым условиям существования. Может быть, можно как-то вот с этим интрудером и ужиться, может быть, даже это будет полезно в чем-то. И два полярных стиля поведения, две полярные стратегии поведения крыс и мышей, они проявляются вот в частности в таком, что при стрессе, тип А, это бежать непременно, Б, затаиваются. А, быстро атакует чужака, а Б, очень медленно-медленно атакует, и даже атакой это назвать нельзя, медленно-медленно приближается к интрудеру. Очень интересны разные социальные роли этих двух, носителей этих двух стратегий. Б, отнюдь не субмиссивные животные, они занимают средний слой, они находятся непосредственно под доминантами, субдоминанты, с высокой исследовательской активностью, они не вмешиваются в конфликты у крыс и у мышей, у диких это показано с интрудерами, но они охотно исследуют новые предметы. И, кроме того, они различаются по материнскому поведению. У А оно очень слабое, у Б очень сильное, то есть мы измеряли скорость, с которой мать собирает детёныши в гнездо, если детёныши из гнезда вынуть. И всё это сопровождается, конечно же, ещё и различиями в гормональных их реакциях. У А низкий прогестерот с большой разницей, у Б высокий, сейчас я покажу эти интересные картинки. Кроме того, они различаются по системе окситоцина, ну и, конечно же, по гипофисодреналовой системе, основной системе стресса. Вот это данные наши по прогестерону, по оси абсцисс. Время, проведённое в открытых рукавах приподнятого крестообразного лабиринта, то есть величина обратной тревожности. Чем больше животное в открытых пространствах, тем оно менее тревожно. А по оси ординат – это концентрация прогестеронов крови. Красные – это животные со стратегией типа А, линейные животные. Зелёные – со стратегией типа Б. Квадратики – это в стадии диэструса, а треугольники в стадии проэструса. И вот каждая точка получена усреднением от 6 до 10 животных. 6, 8, 8 и 10 было в этих группах. Вот. И видите, обнаружилась такая очень хорошая такая регрессия с высоким очень коэффициентом корреляции. То есть уровень прогестерона соответствует уровню тревожности. Что, в общем-то, вполне научно, потому что хорошо известно, что метаболиты прогестерона – это леганды гам-К бензодиципинного комплекса. Чем больше образуется метаболитов прогестерона, тем менее тревожно животное. А поскольку эти самые вот нейростероиды, которые являются метаболитами прогестерона, они не только синтезируются в центральной нервной системе, но и попадают туда в результате метаболизма периферического прогестерона, вот, значит, получается такая интересная зависимость. Причём зависимость между прогестероном и другими поведенческими характеристиками не было. Вот чем выше прогестерон, тем ниже тревожность. А с другими характеристиками, с пройденной дистанцией за время пятиминутного теста, с интенсивностью груминга никак не коррелировало. Таким образом, мы можем говорить о том, что на тревожность данных животных имеет существеннейшее влияние именно уровень прогестерона. Прогестерон не связан ни с грумингом, ни с двигательной активностью. И вот этих вот животных, которые мы назвали по аналогии, не я, ещё селекция была начата задолго до того, как я подключился к этой работе, по аналогии с известными римскими линиями, мы назвали колтуши хаевойденс и колтуши ловэйойденс, быстро и медленно вырабатывающие активные избегания. Их я подвергал электроболевому воздействию, и вот, в общем-то, обнаружил то, о чём я говорю, уже название доклада, о чём говорит, что после неконтролируемого стресса выученная беспомощность формируется у крыс линий КХА с активной стратегией, но не у крыс линий КВА с пассивной стратегией поведения. При этом надо подчеркнуть, что электроболевые пороги одинаковые у крыс двух линий, мы это проверяли неоднократно, то есть с чувствительностью к стрессу вот эти различия никак не связаны. Какие изменения мы отмечали? Появляются у крыс чувствительных к данному воздействию КХА с активной стратегией реакции неизбавления от электрического тока, у них снижалась социальная активность, они не переставали общаться друг с другом, резко ослаблялась отрицательная обратная связь в гипофисодреналовой системе, дексаметазоновый тест мы разработали и провели у них, и снижалось число глюкокортикоидных рецепторов в гиппокампе. Вот что является ключом, может быть это и является ключом, может быть нет, мы сказать точно не можем, но вот в общем вот такой факт был зарегистрирован. И кроме того, у них происходила активация вазоприсин и окситоцинергических систем, что несколько странно, поскольку окситоцин и вазоприсин, они как раз считаются, сейчас это интенсивно изучается, считаются гормонами, повышающими социальность, вот, но такая вот активация этих двух эндокринных систем, она вот, значит, сопровождалась как раз асоциальным поведением этих животных. А у крыс другой противоположной линии, с пассивной стратегией поведения, стратегией поведения Б, структура поведения в челночной камере сохранялась, социальная активность даже увеличилась, в общем-то это, конечно же, не очень-то научно вот так проводить, но говорили мы друг к другу, наблюдая их, что сочувствуют крысы друг к другу, сочувствуют, вместе стараются держаться. Сохраняется отрицательная обратная связь в гипофисодреналовой системе, при повышении уровня базальной активности, базальной секреции кортикостерона, у крыс не кортизол, а кортикостерон, вот, отрицательная обратная связь у них работала прекрасно. А количество рецепторов в кортикоидах в гиппокампе, структура, которая регулирует и гипофисодреналовую систему, и поведение избегательное, оно у них даже увеличилось. А вот эти вот системы вазопрессивной окситоцины у них снизились, изначально они были значительно выше, чем у крыс в противоположной линии, а здесь резко упала их активность. Таким образом, мы делаем вывод, что выученная беспомощность, то есть депрессивно подобное состояние у крыс развивается только у тех, которые обладали изначально активной стратегией поведения, но не у крыс с изначально пассивной стратегией поведения. То есть каждому свое, потому что вот это было неконтролируемое воздействие, а когда мы подвергаем их контролируемому воздействию, то картина противоположная. А какое контролируемое воздействие может быть адекватно? Да выработка условного рефлекса активного избегания. На протяжении пяти дней их помещают в челночную камеру и вот, значит, заставляют бегать туда-сюда. Здесь по всей ординат потребление сахара, сладкого раствора сахара, 32-процентный раствор мы поставили почему-то, из-за этого нашу статью отвергли в журнале, потому что сказали, что научно давать крысам двухпроцентный раствор, а вы давали 32%, но отвергли так отвергли. Так вот, потребление такого раствора мы видим здесь красным, естественно, крысы с активной стратегией поведения, зеленые – это крысы с пассивной стратегией. АИ – это выработка активного избегания, она длится пять дней, поэтому вот раз, два, три, а потом пять, шесть, семь – это недели. До того, и, значит, стало быть, после. До того, до выработки, абсолютно одинаковое потребление сахара, во время выработки активного избегания резкое падение, двукратное падение у крыс с пассивной стратегией поведения. Бегать им тяжело, вот для них это является аверсивным стимулом. А крысы с активной стратегией поведения для них это никакой не аверсивный стимул. Они в своей стихии бежать – это замечательно. Не знаю уж, как это, можно ли трактовать дальнейшее повышение потребления этими крысами сахара, как это, можно ли это, как свидетельство их особо хорошего настроения. Но то, что несомненно, падение у крыс с пассивной стратегией поведения, это, безусловно, свидетельствует об агидонии, а агидония – это один из симптомов депрессии. Таким образом, в условиях контролируемого стресса, конечно же, преимущества очевидны у животных с активной стратегией поведения, тогда как в условиях неконтролируемого все наоборот. То есть, контролируемый стресс приводит к тому, что у крыс с пассивной стратегией развивается агидония и растет тревога, но не у крыс с активной стратегией поведения. Другая модель. Вот, очень мне нравится эта модель, которую разработала Наталья Николаевна Кудревцева в свое время. Поведение вы все хорошо знаете, поэтому не буду останавливаться на методических подробностях модели депрессии в результате длительного опыта поражений в социальных контактах. Напомню только вам, вот, основные результаты. Я присутствовал на защите Натальи Николаевны, она защищалась в нашем институте, и вот, значит, утащив автореферат, я был еще тогда, конечно, совсем глупый и вот, еще не мог оценить всего, но что-то вот мне запало и вот начало раскручиваться, раскручиваться. Вот. Вот так выглядит структура поведения мышей после двух турниров, то есть почти интактных. У животных C57, Блэков, у них преобладают активные формы поведения, либо драка, либо избегание при агонистическом контакте. Совсем мало занимает замирание и опрокидывание на спину. Тогда как у мышей ЦБА, у них больше половины времени в их поведенческом репертуаре мы видим пассивные формы поведения, замирание и опрокидывание на спину. После 10 турниров, опыта 10 поражений, мы видим, что поведение ЦБАшников не меняется практически, а тогда как структура поведения Блэков меняется уже разительно, увеличивается доля пассивных форм поведения. И после 20, хотя некоторая тенденция к увеличению замирания у ЦБАшников имеет место после 20, но в целом структура поведения остается такой же, как у интактных, тогда как драматические изменения мы видим у Блэков, у мышей с активной стратегией поведения, они демонстрируют такое поведение, которое вполне можно трактовать как депрессивно подобное. Вывод, общий вывод. Есть еще и другие данные, не буду сейчас их здесь подробно пересказывать, что структура поведения мышей с активной стратегией типа А драматически меняется в результате хронических поражений в социальных контактах. Ну и конечно же, вы знаете, хорошо, это мы пропустим. И можем вот суммировать все вот такой примерно схемки. Вот наши, в смысле, данные полученные у нас с моим участием и огромный массив литературных данных, что неконтролируемый стресс вызывает различные состояния в зависимости от исходной стратегии поведения экспериментальных животных. У животных с изначально активной стратегией поведения развивается депрессия, а животные с пассивной стратегией поведения типа Б, вот они на неконтролируемый стресс реагируют повышением тревоги. Естественно, конечно же, это было бы весьма дезадаптивно, не увеличить тревогу, когда тебя током бьют. Но у них сохраняется интегративность всего поведения в целом и физиологических процессов тоже. Но что нехорошо во всех этих экспериментах, поставленных на генетических линиях крыс и мышей? Всем исследованиям, в которых использованы линейные мыши, это вот свойственно, этот методологический недостаток. То, что при селекции всегда фиксируются какие-то случайные аллели, которые совершенно не имеют отношения к изучаемым нам признакам, к адаптивности вообще. Что вот, например, иногда спрашивают, а что, почему у немецкой овчарки вот скошенный такой силуэт? Это для того, чтобы она лучше прыгала? Да нет, конечно, просто когда выводили эту породу, вот случайно вот такой признак зафиксировался. Вот, а когда вот стали из немецкой овчарки делать восточно-европейскую, этот признак исчез. И по прыгучести, насколько я знаю, немецкая и восточно-европейская овчарки никак не отличаются. Вот, но это вот признак такой вот есть. И чтобы избежать, да, и что получается? Получается, что та выборка, с которой мы работаем, если мы работаем с линейными животными, эта выборка принадлежит генеральной совокупности, которая представляет собой мышей или крыс только этой линии. То есть мы, строго говоря, мы не вправе распространять выводы, которые мы сделали на основании полученных нами данных на линейных животных, на даже крыс вообще. Мы можем говорить только о том, что вот все крысы этой линии вот ведут себя так. А мы ведь говорим о том, что это модель депрессии человека. Если мы не вправе, значит, экстраполировать даже на вид ratus norvijicus, то что же тут говорить о модели депрессии человека? Вот, это очень крайне неприятно, конечно же, неприятно. Вот, и чтобы избежать этого, мы в наши, ну, в последние годы, в наших экспериментах мы вернулись, вернулись к старым добрым вистарам, которые являются генетически, значит, то есть аутбредные животные. Мы берем вистаров, тестируем их на активность поведения, как она бегает в челночной камере, когда ее слегка бьют по лапкам, токам. И вот здесь просто эта картинка, она характерна, что тут изображение несколько смазано, но это фотоаппарат-то был, то есть веб-камера была на штативе, вот, это она бежит так стремительно. И потом, вот, а пассивное животное, оно старается вот как-то вот переступая лапками, но перейти в другую сторону, ей как-то очень сложно. Должен сказать, что вот эта вот врожденная несклонность к суете решили как-то перебороть испанские исследователи, помню, они работали с римскими крысами, и они не поленились, и в общей сложности, ну, вот здесь стандартная процедура 50 реализаций включает, то есть 5 дней по, нет, 100, 100, 5 дней по 20 реализаций, вот, а они, значит, вот несколько недель обучали римских крыс пассивного типа в челночной камере, но не смогли перевалить за 50% порог, тогда как у активных животных уже ко второму дню за 90% условный рефлекс, так, то есть она слышит звонок и убегает 90%, вот, а такая несколько недель тренировки, все равно, значит, вот не привело к тому, что крысы генетически не склонны бегать вот чему-либо обучились. 40 крыс мы тестируем в челночной камере, потом берем первые и четвертые квартили, называемых группа А, тех, кто бегает очень хорошо, и группа Б, тех, которые, которые вот их на лабораторном жаргоне еще называют иногда тормозы, вот, и их подвергаем дальнейшим стрессорному воздействию. Стрессорное воздействие мы тоже, мы отказались и от, конечно же, болевого воздействия электрическим током, потому что, ну, правильно, совершенно правильно, не делали упреки, это не физиологично, кроме того, боль, всегда здесь присутствует, значит, болевой компонент, это очень трудно отделить стресс как неспецифическую реакцию от реакции на конкретно боль. Да, действительно, мы взяли другой стресс, да, проценты реакции избегания, вот, был, например, в одном из экспериментов, примерно такой, значительная разница между двумя крысами, А и Б, и потом мы их подвергаем, конечно, другим поведенческим тестам. Какой мы стресс использовали? Вилнер, Вилнер в свое время, вот он отклонил нашу статью, потому что он придумал вот этот тест сагедонии, и он написал, что вот я использовал 2%, а у вас 32%, не пойдет. Ну, хорошо, вот, но тест он придумал, мне очень нравится, хронический непредсказуемый стресс приводит к выученной беспомощности, это состояние компенсируется введением животным антидепрессантов. Что значит хронический mild стресс, умеренный стресс? Я привожу эти ссылки, потому что если кто-то заинтересуется, то вот, значит, вот они здесь есть. Ежедневно, на протяжении 4 недель, животных подвергают одному из следующих 7 воздействий. В первый день скучивание, то есть саживаем их по десятку в одну клетку вместо 4, потом на следующий день изоляция, по одиночкам рассаживаем, клетка наклоняется, что очень неприятно. Сырая подстилка, что еще более может быть неприятно. Лишаем пищи на один день, лишаем воды на один день. И инверсия светового ритма, задергиваем шторы, превращаем ночь в день. На следующую неделю все эти воздействия повторяются, но в другом порядке. На третью неделю еще раз порядок меняется, для того, чтобы было непредсказуемым воздействие. И на четвертую неделю. И вот после 4 недель, в свое время Вилнер показал, что в среднем у них всех развивается агидония. И после 4 недель такого стресса, который еще симпатичен тем, что он очень напоминает то, что называют у человека everyday life стресс, стресс повседневности. Потому что с человеком происходят всякие мелкие неприятности, вроде бы ничего драматического, с работы не увольняют, все там родные и близкие живы и здоровы, все замечательно. А у человека депрессия развивается. Вот в результате ежедневных всяких мелких, но в огромном количестве все эти мелочи накапливаются, и на кого-то они действуют. У кого-то возникает депрессия. И после этого мы крыс тестировали их поведение. И вот что получилось. Средний процент реакции сбегания в челночной камере до стресса и после стресса группа А не изменила показания. То есть никакого обучения, способность к обучению у них явно нарушена. А крысы группы Б, те, которые вот в первый день демонстрировали ничтожный процент условно-рефлекторных реакций, почему-то вот, значит, решили обучиться. То есть никакого нарушения у них способности к обучению не отмечено. Порсалт. Поведение отчаяния. Любимый многими тест, когда засекают время, в течение которого крыса находится в неподвижности, брошенная в цилиндр с водой. Вот такие результаты получились. Видите, в группе Б не произошло никакого увеличения времени неподвижности. Изначально, до стресса, крысы группы Б демонстрировали гораздо больше времени неподвижности, чем крысы группа А. Вот на основании этого, значит, многие сторонники теории генетических моделей депрессии говорят, что вот крысы с пассивным стилем поведения не являются моделью депрессии. Посмотрите на тест Порсалта. Но что тут можно возразить, кроме того, что я уже говорил? Многие люди, например, погруженные в воду, если температура воды комфортная, соленость позволяет, тоже предпочитают не плавать активно, а вот так парить в теплом море. Что же у них у всех депрессия? Нет, конечно. Но динамика этого теста Порсалта, она как раз свидетельствует о том, что депрессия-то развивается, вот у крыс группы А, с 90 до 178 секунд увеличилось среднее время, что было, значит, статистически достоверно, и исчезло всякое межлинейное, межгрупповое различие по результатам этого теста. То есть результат тестирования Порсалту тоже свидетельствует о том, что депрессивно-подобное состояние развивается только у крыс с активной стратегией поведения. Ну, традиционный метод измерения тревожности, приподнятый крестообразный лабиринт, время в открытых рукавах. Здесь мы обнаруживаем значительный рост тревожности у крыс группы А после стресса по сравнению с крысами группы Б. До того у них было одинаковое значение, среднее очень близкое, 182 и 160, а после такой четырехнедельной процедуры их тревожность возросла, а у этих даже немножко снизилась, и в результате у нас уровень достоверности даже не 0,05, а 1 сотая. И, конечно же, потребление сладких растворов, гетонистическое поведение. Тоже динамика показывает, что только у крыс группы А снизилось, произошло двукратное снижение потребления сладкого раствора. Изменения в группе Б не достигли величин, которые позволяют говорить о статистически значимых изменениях, но наличие динамики в случае группы А очевидно. Таким образом, да, мы провели несколько таких экспериментов, они все дали близкие результаты, здесь я показываю только один данный, только по одному эксперименту, но два других то же самое. Таким образом, после стресса у крыс с поведением типа А по сравнению с крысами с поведением типа Б развивается аедония, увеличенная тревожность, поведение, отчаяние, ну это результаты теста Порселта, и они демонстрируют неспособность к обучению, то, что они раньше делали очень хорошо, бегать в чём на ночной камере, больше они этому не обучаются. Вывод. Аутбредные крысы с активной стратегией поведения, подвергнутые хроническому неконтролируемому стрессу, представляют собой модель депрессивного расстройства. После неконтролируемого стресса у крыс типа А структура поведения делается такой же, как у крыс типа Б, во всяком случае, очень похожий на неё, приближается к ней. И вот это, мне кажется, одной из актуальных задач, которыми было бы очень интересно заняться, и найти какой-то способ, как отличить врождённый тип Б от типа А, подвергнутого неконтролируемому стрессу. Вот я приводил один пример, вот значит, с Фабием Кунктатором, римским военачальником. У него был врождённый тип Б, но ведь он не один такой человек. Очень многие люди не склонны суетиться, не склонны к активным действиям, а их очень часто начинают лечить антидепрессантами, почему-то. Вот. И вот найти какой-то, и желательно, неинвазивный метод дифференциальной диагностики, выученной беспомощности, а с другой стороны, врождённого поведения типа Б, было бы очень интересно, потому что вообще биологические маркёры депрессии это тема исключительной важности и перспективности. Вот недавно было сообщение, что американцы разработали очередной такой тест на основании 10 показателей крови. вот. Ну, во-первых, ещё не оценена, насколько, какой в процент там будет ложноположительных, ложноотрицательных реакций, а во-вторых, это очень дорого, конечно же, 10 показателей, а в-третьих, его невозможно использовать для массовых исследований, и в частности, для психологических исследований. Если мы с человеком работаем, то, конечно же, методы, когда нужно тыкать иголками в испытуемого, это большая-большая сложность для исследователей. Вот такая, мне кажется, перспектива, разработать что-нибудь такое, вот, значит, неинвазивное. И в заключении показываю одну из своих кошек, которая была очень-очень ленивая и никогда, значит, вот не суетилась, если что-то шло не так, то она предпочитала подождать, затаиться. Вот, приведенные здесь данные свидетельствуют о том, что носители типа Б могут быть не только высокоадаптивны, но еще и очень красивы. Так что все, спасибо большое вам за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Так, там была где-то, пожалуйста, Николай Николаевич. Илья Андреевич, спасибо за лекцию. Можно подключить несколько вопросов? Да, да, конечно. Ну, первая часть вашего доклада, судя по таблице, которую вы проводили на крысах, она была сделана на самок. Ну, не вся, не вся. Почему? Просто у нас были, поскольку мы сами разводили, крыс, то у нас были и самцы, и самки. Вот прогестерон, прогестерон на самках. А окситоцин? А окситоцин на самцах. На самцах? Да, на самцах. А вы заботились о том материнском поведении, то есть, что самцовского качества было? Нет, 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 нет. Про систему окситоцина, это была сделана гистологическая работа отдельная. Гистохимики подключились к нам и сделали, вот, значит, срезы, порезали несколько самцов двух линий, до того и после. Вот вопрос, вычислили, отличаются ли самцы и самки по поведению? Потому что вы потом... Самцы и самки, конечно, отличаются по поведению. Какая пропорция между пассивным и активным поведением между самцами и самками? Прекрасный вопрос. Различия между ними, между самками, значительно меньше. Межлинейные различия значительно меньше, чем между самцами. Самки сопротивляются вот этому, значит, вот давлению отбора. Хорошо. Еще пару вопросов. Да, да, да. Допустим, синодониновая система, она как-то влияет? Несомненно, но мы не изучали. Вы не изучали. Теперь вы не планировали переделать, допустим, группу А в группу В, если даже вот по этим критериям, которые у вас есть, окситоцин, вы, назальный спрей, допустим, крысам, сонули окситоцин, они у вас превратились в ВВВ, повысили им содержание окситоцин. А вот сейчас этим занимаются как раз вот буквально вот в эти минуты сегодня опыт как раз вот сейчас мы им дуем в нос окситоцином. Ну вот, и последнее, это подсказка вам, значит, не контролируемый стресс это реформа Академии наук, которая в настоящем времени. В том числе. Значит, две возможные реакции. Первая, пассивная, которая будет приводить только к тревоге, судя по вашим данным. И вторая активная, которая будет вести тревоги, тревоги, Значит, ваши рекомендации на этот, по этому поводу. Хороший вопрос. Вы знаете, я мне тоже уже, я уже начинаю, сколько мне до пенсии осталось? Немного, четыре года. Я потерплю. Возьмем. Так, еще вопрос, пожалуйста. Пожалуйста. Вот, в последней части вашего доклада вы показывали много тестов, по которым группа B, группа A, сравнивая, неконфролирового стресса, приближалась к группе B. Но не означает ли это, собственно, что B врожденные, как модель депрессии, рассматривайте, а те только после стресса? Ну, видите, я уже говорил о том, что мне кажется, несостоятельным утверждением о том, что могут быть генетические модели депрессии. Они размножаются прекрасно и даже гораздо лучше. У них интересное очень различие с у самок этих двух клиний. Нет, короче, я с вами не согласен. Извините, если коротко. Вы знаете, если вы хотите считать их моделью депрессии, давайте считайте. Это мне напоминает свое время. Мы с Дамирой Фуатовной обсуждали, очень долго мы дискутировали. Вот мне казалось, что ее модель тревожная депрессия, это вот не совсем тревожная. Вот, и мы долго-долго с ней, значит, припирались по этому поводу. И, конечно, каждый остался при своем мнении. Вот, это же вопрос, но это не уваляет достоинства ее, найденные фактов и полезности ее модели. Это вопрос интерпретации. Давайте хорошо считать моделью генетической депрессии. Пожалуйста, если вам хочется так, то давайте считать. Это интерпретация. Вторичная. По поводу аргениозапрессина. Там только аргениозапрессин смотрели и их рецепторы тоже? Нет, нет, только-только, потому что я с большим трудом уговорил их посмотреть, мне просто гормоны, это же все дорого. Понятно, просто... Нет, нет, в рецепторы не смотрел. Конечно, вопрос очень интересный. Рецепторы вот ландграф в Мюнхене, у него денег много, вот он смотрит. не знаю, как тут... и вообще возможности перехода между стратегиями. Ну, грубо говоря, сейчас на людей проекции показали, что растет агрессия и девочек, и женские бары, и школа, и так далее. При этом смотрят уровень карбона, вроде как-то нереально не меняется, а вот агрессивность растет. и так далее. То есть очень много именно дубных факторов и каких-то других факторов. И вот, соответственно, такие вот вопросы. Возможно ли получается переходы скажем так, между стратегиями, когда изначально предрасположенное срождение какой-то одной стратегии могло бы в процессе опыта постепенно переходить к нормальному использованию и наоборот. То есть вы сказали в ушах частично, что обучаемся и так далее, но как-то перенося, как сказать, на солнце, насколько вы считаете... Долик, даже я понял вас. Да, и просто и, соответственно, следующее отсюда, если как бы он сильно наследуется, то значит, возможно ли значит, насколько быстро возможно его восстановление, восстановление баланса между стратегиями А и Б популяции после удаления в течение поколений значит, вот это носители той или иной стратегии. Вот это второй вопрос, это очень интересно, мне в голову не приходило никогда, это нужно задуматься. А что касается первой части вашего выступления, то это тоже очень интересно, потому что вы затронули вопрос пластичности, а пластичность поведения, она мне кажется инвариантна вот этим двум А и Б, потому что А и Б это реакция на аверсивный стимул, либо бежать, либо значит затаиться, а вот возможность, способность переходить от одной стратегии к другой, это совершенно другой признак, общая пластичность поведения, потому что некоторые, вот так, по моим наблюдениям, животные, вот способны к такому интеллектуальному или там морально-волевому подвигу, а большинство нет, и вот чем определяется пластичность, этого я вам сказать не могу, но это очень интересный аспект проблемы, пластичность верно, но нужно же быть, иногда нужно сидеть и молчать, а иногда нужно кричать и говорить и бежать. Ну вот тут как раз в этом вопрос, это действительно определяет ситуацию, или есть эти, как называются, рожденные типы и полипопизм, так сказать, тогда вот вопрос Олега, значит, мы можем сказать, тогда должно быть какой-то балансированный полипопизм, чтобы получать преимущество одни, другие, другие, или там какие-то другие есть, но это пока действительно но очень интересный аспект вы затронули. Так, да, пожалуйста. Можно спросить про связь, как-то депрессия или обогонизм, если это важно. Так, подождите, что-то очень близкое, что-то знакомое, что-то знакомое, ну как? Депрессия и обоняние, что-то депрессия, обоняние. Мне кажется, на депрессиях модели это же может быть. Депрессия и обоняние. Ну, во-первых, разрушение обонятельных долей, это одна из самых старых моделей депрессии, вот, она приводит к исчезновению норадреналина из головного мозга. наоборот, если убрать обоняние, то разойдется депрессия. Вопрос, Саша, как я понимаю, исчезнет ли обоняние при развитии депрессии? Хороший вопрос, никогда не задумывался. А как? А почему так-то волнуется? Вы знаете, изучать обоняние? А что значит скорость? Так сразу же, вот, можно взять ее сразу после того, как мы вынули ее, то есть, как, вот, здесь мы смотрим на второй день, то есть, сразу же после окончания вот этого четырехнедельного стресса. Вот она у нее и есть. Если болевое воздействие мы смотрели, то мы не смотрели сразу же, ну, потому что лапки болят, она просто ходить не будет. Мы смотрели тридцать, четвертый, пятый день. Вот. А что, развивается моментально? Или вы что-то имели в виду другое? Ну, просто стресс, вот эта вот депрессия, она может развиться на какой-то, там, на пятый день, может, на шестой. У всех животных индивидуально по-разному. Не смотрели вы этот параметр? Нет, вы знаете, вот... не сам факт развития депрессии, а с какой скоростью она развивается дальше? Нет, вот это они. Так, есть ли еще? Нет, спасибо большое, Борисович. Вам спасибо. Первое. Завтра студенческая конференция. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.